Я у мамы типа фрик. Всем привет! Ну, видно по косплею, да, это типа косплей. Косплей, ага. Что обзор был посвящен аниме. Я вот буквально за сутки с лишним просмотрела одно аниме и поняла, что оно напоминает мне еще одно аниме и что, в принципе, почему бы и не обозреть. Оба аниме 2007 года выпуска. То, что я недавно посмотрела, это рыцари и махи. Чувак, главный герой в первой серии, как бы программист, атаку, фанатеет от роботов, внезапно помирает. Почему помирает? У меня так эта первая серия перед глазами пролетела, что я не запомнила. Но, в общем, он помирает и перерождается в фантазийном мире в 1280 какого-то года. Короче, 13 век нашей эры. Такая сказочная вполне себе Япония. Куны и сэмпай, при этом как бы европейская. И вообще, я что заметила, у японцев иногда вот фантазия такая, у некоторых, наверное, авторов как-то слегка вроде в Европу заскочить, а при этом как-то в Японии все равно задница сидит. В общем, главного героя после реинкарнации зовут Перерождение. Его вообще душа встеляется в мальчика. Интересно, душа другого мальчика, точнее, другая душа этого мальчика укладивается. Эрнестия, сокращенная Эрни. Я когда читала аннотацию, думала, что это девочка, что он перерождается девочкой. И некоторые герои этого аниме тоже думают, что этот мальчик на самом деле девочка. Перерождается в мальчика маленького роста Эрнестия. Эрнестия Чевария. В некоторой озвучке это звучит как Шевроле. Шо-то на Ше. Может быть, даже не Шевроле. В общем, что-то на Ше. Шевроле, Шевроле, какая разница. Короче, в некоторой озвучке это звучит как Шевроле. Я долго догоняла, не могла понять, при чем тут Шевроле. Я думаю, может, он как-то там по статусу такой или еще что-то. Но вот оказалось, что там, в общем, он какой-то сын какой-то дочери, внук какого-то офигеть умного мужика. И как бы рыцари, которые сидят внутри больших таких механических рыцарей. Чувак вот открывает глазки и говорит, вау, робот, хочу таким быть. Ну и весь такой сезон на 12 или 13 серий как-то о том, что вот он хочет таким быть. Есть как бы, я так мила, книга, есть как бы манга, но я ни то, ни другое не читала. Я тыркнулась совершенно вообще не знаю каким образом. У меня это казалось в закладках либо не было. Ну как-то на него тыркнулась и просмотрела. Смотрится вообще на одном дыхании, шикарно. Но когда вот он достигает этих высот этот наш Эрни в своей вот этой новой стране. Воины, конечно, то-се, там еще какой-то один безумный, такой же как он, как бы изобретатель. Вот хотелось бы продолжение, чтобы раскрыли, допустим, что изобретатель тоже переродившийся программист. Или допустим, что вот он отбыл свой срок и возродился в своем японецом мире. Но как-то у нас это все обрывается и вот как оборвалось, так и оборвалось. Параллель хочу провести с аниме, которое тоже смотрела. Кажется, я его в прошлом году смотрела, может быть, в этом году, фиг знает. В другом мире со смартфоном. Он, наверное, в прошлом году, он как раз был ангоингом. Я выходила вот новая серия, я смотрела на смотри аниме, это я смотрела на риде. И как-то где в озвучке, где в саббе, где как. Там мальчик такой жил-жил себе мальчик, школьник вдруг помер. Как помер, не помню. Если интересно, гляньте. Вообще, после того моего обзора, вы обязаны посмотреть и то, и другое аниме. Если вы смотрели и то, и другое, или хотя бы одно, то вякнуть в камень-то что-то. В общем, ну, как показала практика, на прошлый мой обзор аниме, видимо, то ли люди настолько не любят аниме, то ли они настолько неравнодушны ко мне. 13 дизов вверх, 13 дизов лайков вниз. Короче, вот так. Так, 13 штук туда и 13 обратно. Причем так это 13 набежало. То ли это моя любимая хейтерша из Ярика по поболе, то ли углический фанат истерит, то ли просто люди настолько не любят аниме. Ну, не любите вы аниме, ну, не смотрите обзор аниме. Ну, что такое, нахрен, блин. Плейлиж этому посвящен, как бы видно, куда идете. Ну, короче говоря, в другом мире со смартфоном. Мальчик умирает, приходит к Богу, говорит, ну, говорит, слушай, какого хрена я тут помер? Говорит, слушай, ну, вот так получилось, ты совершенно случайно помер, но вот ты там должен, если хочешь, я тебя перерожду в другом мире. Но ты можешь, могу выполнить одно любое твое желание, ты можешь взять в этот мир какую-то конкретную вещь. А чувак не расстается с телефоном, он говорит, слушай, я хочу взять смартфон с собой. Ну, в общем, он попадает в другой мир со смартфоном, ну, и аниме, соответственно, в другом мире со смартфоном. И, как бы, тоже такой интересный такой сериальчик, 12 или типа того серии, и как-то он закончился, и второго сезона не предвидится, и будет ли, ну, там есть манга, кому интересно, гляньте мангу, я не читала мангу. Я чисто вот, если брать людей, которые, вот, допустим, чисто аниме и чисто манга, вот, если чисто по аниме, вот, человек, ну, нет у него возможности, допустим, прочитать мангу. И вот аниме закончилось, и ни туда, и ни сюда, да. И там такой своего рода, как бы, гаремчик, мальчик окружённый. Каждая новая, практически, серия несёт какую-то новую девочку, новую девочку. Тут гаремчика не видно, тут, скорее, всё практически по парочкам распределилось. Есть некая девочка, которая дико неровно дышит к этому мальчику, мальчику, ну, допустим, на начало аниме ему 12 лет, и потом, может, год, два, три, может, ему 15, но он как-то в росте не прибавил, всё такое же, дитё, похожее на девочку этот наш, Эрни. И вот девочка, не помню героиню имя, из серии таких вот доставучих, знаете, вот иногда позвонит вам человек, слушай, хочу, чтобы ты ко мне в гости пришла, или я к тебе приду в гости. И вот мне нечего делать, мне скучно, слушайте, вот люди, которым скучно, это самые жуткие люди. Тут не то, чтобы ей скучно, она пытается как-то ему понравиться, зацепиться за него, я, говорит, согласна там экспитуемой быть в твоих технических машинках. Есть ещё девочка, которая как бы шпион, и вот она пару раз эту девочку практически застала у Эрни в комнате, типа, вот она выходит, что они там делали, у неё, конечно, фантазия ключом бьёт, но ты встретила атаку, какой нафиг фантазия. Ну и как бы девочка шпионная и говорит, ни хрена я не претендую на этого мальчика, типа, заглохни, теперь только ты и он, знаете, кто я на самом деле. Ну, такая, в принципе, интересная история. Ну, допустим, даже вот такая тема подниматься в аниме, или это я такая извращенка, подсознательно глубоко где-то смотрю и сквозь стены видишься иногда, мне показалось, что вот вариацию такую, что все новые нововведения, все эти гении во время всех исторических, ну, допустим, забрали там самолёт, там кто-то первый полетел куда-то на воздушном шаре, на ещё что-нибудь, какой-нибудь там рыцарь, вот эти доспехи, какая-нибудь машина, это всё перерожденцы из других миров, грубо говоря, все эти люди были программистами, их закинули в наш мир в своё время по разным причинам, как вот в этом аниме. В общем, если вам интересно, то аниме, ещё раз повторю, название «Рыцари и магия», и на Риде есть вообще, гуглите в Яндекс «Рыцари и магия аниме», 12 или 13 серий, как-то так, в прошлом году вышло, ещё раз напомню, и в другом мире со смартфоном, попаданцы из другого мира, как-то так вроде называется плейлист, ну, я не знаю, может, это не совсем правильное название в плане плейлист, подборка, короче, на Риде, есть вот такие аниме, и там вот оно, и то, и другое, в принципе, оно как бы вместе. Но, что удивительно, может мне добавить, рекомендованных типов к просмотру похоже на аниме «Рыцари и магия», вот я не нашла в колонке в другом мире со смартфоном, надо это исправить, если не забуду, то исправлю. Всем спасибо за просмотр, ну и прощевайте, хорошего вам и интересного аниме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова